Теперь можно и детей рожать. Правда, сначала отремонтируют свою однушку, радуются супруги Сиволобовой Евгения и Марина. 15 лет назад после института они поженились и вложили все подаренные на свадьбе деньги в долевое строительство. На Тухачевского 82 хотели купить однокомнатную квартиру и быть счастливыми, как и все. Но застройщик украл их мечты. Ключи семья Сиволобовых получила только сейчас, когда многоэтажку достроила уже другая фирма. А все это время Евгений и Марина скитались по съемным углам и ждали новоселья. В 2006 году мы поняли, что дом сдаваться не будет и после чего начали уже выяснять, что к чему и как. Направляли дело в суд, в прокуратуру. В это время мы снимали квартиру, соответственно платили за съем жилья и, наверное, переплатили еще такую же квартиру. Активно решать проблемы обманутых дольщиков начали в последние два года. Рабочая группа собирается еженедельно по каждому долгострою. Туда входят представители областного минстроя, прокуратуры, общественности и добросовестных строительных компаний. В 2019 году три долгостроя ввели в эксплуатацию. К Новому году число новоселов должно увеличиться вдвое. А пока в губернии проблемными считаются 47 домов. Эта проблема очень тяжелая для Самарской области, но как и в принципе для всей страны. Десятки объектов находятся в повзвешенном состоянии. Люди десятилетиями ждут своей квартиры. Но как раз вот этот момент, можно сказать, счастливым застройщик, порядочный человек достроил этот дом. Хотя он был очень сложный с точки зрения и коммуникации, и по времени. Строительная компания Вадима Кибардина взялась исправлять ошибки предыдущего недобросовестного застройщика. Наследство досталось тяжелое, признается бизнесмен. Около трехсот обманутых дольщиков. Речь шла о трех недостроенных домах. Один на пятой просеке, два на улице Тухачевского. Сейчас все высотки сданы. Обманутые дольщики получили квартиры. Сегодня ключи вручили 23 семьям. У нас, к счастью, все сложилось. И нам помогали здоровый город и область. И мы по многим вопросам находили быстрый отклик и решение. Поэтому сегодня вот мы здесь. И люди уже, как вы видели, приступили к обустройству. Начинают ремонт в своих квартирах. Надеемся, что скоро здесь зазвучит детский смех. И будут довольны лица людей. В Самарской области проблему обманутых дольщиков решают по нескольким направлениям. Некоторые люди вместо квартир могут получить денежную компенсацию. Есть ли на стройплощадке котлован или фундамент. Второй вариант. Строители завершают объект за свой счет в обмен на госльготы. Также привлекаются средства областного и федерального бюджетов. У семьи Севолобовых сейчас более приятные хлопоты. Они хотят успеть сделать ремонт до конца декабря, чтобы встретить Новый год в новой квартире. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.